Я сейчас пока делал, я вот как бы, ну, в очередной раз опять же и себе такой вопрос задал, да, вот, потому что я уже спрашиваю у себя, вот, а почему людей интересуют эти вопросы, да, почему, для чего задается человек такими вопросами вообще, разве, разве в наших силах узнать хотя бы часть какой-то правды, да, если ее не открывает Господь, то как же нам, как мы можем ее узнать, это, если мы ни разу не ели кокосов, да, нам можно в Африку там съездить и попробовать их, а здесь как, вот, и единственным мерилом остается в Библии, вот еще, вот еще, Катя, ну, ты так, относительно, конечно, молоденькая еще, ну, не помнишь, не помнишь, когда еще в обществе, а это было, ну, практически совсем недавно, лет 30 назад я еще, как бы в детстве в своем, вот, в юношестве мы употребляли слово допотопный, ну, мама наверняка помнит, когда мы говорили допотопный, да, допотопный, вот, что-то показывали, допустим, там, вещь какую-то, вот, а мне там допотопный что-то показываешь, вот, а сегодня, смотрите, видите, сегодня это слово совсем из умов его вычеркнули, да, люди даже и сейчас скажи, или человек удивится, а для чего-то, что-то ты имеешь в виду, какой-то потоп, да, а вопрос такой, а для чего, спрашивается, это истерли из умов людей, а потому что это является одной из важнейших причин, вот, как раз связывающих нас сегодня вот в этом преткновении, да, когда сатана просил Бога сеять нас, как пшеницу, для того, чтобы, ну, как мы просим в молитве Господа, да, не введи нас в искушение, это мы о чем просим, чтобы сатана лишний раз нас не сеял, не испытывал, вот, а Господь каждый раз проверяет, чтобы проверить нас, утверждены ли мы в своем, да, вот, и это то же самое является сегодня среди верных, можно сказать, христиан, которые знают Господа, которые имеют общение с Господом, и их, казалось бы, невозможно разорвать, да, в их любви к Богу, в их любви друг к другу, а сатана находит такие пути и лазейки, чтобы разобщить человека, вот, если открыть людям забытую историю потопа, ну, тем людям, которые, не знаю, да, не читали Ветхого Завета, вот, а тем людям, которые раньше просто, ну, я не знаю, человек уже начинал говорить, ему уже рассказывали вместо сказок вот эти истории, что до начала, вот, наших времен был потоп, причем это, ну, как бы, ну, как бы предание это сохранилось у всех народов мира, в каждом племени, даже сегодня в самом отсталом племени существует легенда о том, что когда-то на земле воды поглотили мир, да, и потопили все человечество, вот, вот, а сегодня этого не знают, вот, о том, что Бог уничтожил грешных людей, кроме семьи, но и спавшихся в ковчеге, вот, слово Божие, оно разрушает идею эволюции и повернет умы людей к покаянию и исполнению заповеди. Если люди узнают о том, что было время, когда люди, не слушая Бога, были уничтожены потопом, да, если они узнают об этом и поверят этому, то они, конечно же, убоятся, а идея эволюции легко предлагает нам сегодня существовать. Вот, кстати, еще пришло сейчас о том, когда именно вот в последние времена написано, вот, от Петра, 3 глава, 3 стих, «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, охоти, кто такие наглые ругатели, которые противостали Слову Божьему, вот, которые говорят о том, что, допустим, воздух – это не твердыня, да, вот, хотя, хотя ученые давно уже измерили, ну, плотность воздуха, она составляет там, по-моему, около полутора килограмм на кубический метр, то есть, если взять сосуд, вот, куб, да, и закачать его воздухом, он поднимется весе на полтора килограмма. Это о чем говорит, что твердь-то, она, по сути, твердь, и то же самое мы можем сказать, допустим, о том же асфальте, да, вот, асфальт, ну, прочный, прочный, при нем ездят машины, и там ходят пешеходы, и, казалось бы, тяжело его разрушить, то если его придать огню, его можно превратить в пар, который будет испаряться в микрочастицах и подниматься в небо. Вот твердь, она, видите, имеет, как бы, разные качества свои. То же самое и вода, она превращается как в воду, так в пары и в лед, имеет газообразное, жидкое и твердое состояние. Опять же, ну, я, в принципе, знаю вопрос, какие, вот, на чем роман утвердился, как бы, опять же, по твердью, да, вот, в бытии, в бытии 1.7 написано «И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, и воду, которая над твердью». Вот здесь кроется самая большая тайна, о которой сегодня, ну, я не знаю, может быть, даже если кому открыто, они боятся, может быть, говорить. Вот, за, как раз за эту тайну пострадал, был такой, нет, не был, он есть, он сейчас освободился. Американский ученый-проповедник Кен Ховинт. Не слышали такого? Нет. Вот он, он сидел 7 лет в тюрьме, как раз вот за свою теорию. И, то есть, его теория, ну, она, в принципе, не его теория, его поддерживают многие ученые сегодня в мире, она разрушает все, все вообще сегодня домыслы, вот, и о плоской земле, вот, и причем она подтверждается буквально в Библии. Опять же, вот, возвращаясь к бытию, «И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью». То есть, мы имеем воздух, да? И получается, что есть вода над твердью, над воздухом. Если вода, которая под воздухом, да? Воду под воздухом мы видим. Это моря, океаны, которые сегодня наполняют землю. А где вода, которая над твердью? А в том-то и секрет. До потопа существовала шестая оболочка Земли. То есть, мы сегодня знаем, что существует пять оболочек, ну, так называемых. Это трапосфера, это стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера. И когда-то была над землей, ее можно назвать аквасфера, можно по-русски назвать водосфера. Сейчас я в Библии найду, где эта Библия подтверждает. Так, значит, это Иов 37, 14, 19. Это когда он с Господом беседовал. Вот, и Господь объясняет ему, кто такой человек и что такое творение Божие. И он говорит ему, «Понимайся ему, Иов, стой и разумей чудные дела Божии». Знаешь ли, как Бог повелевает свету блистать из облака своего? Вот сегодня показывают картинки, ну, такие, что вроде как облако, а солнце в облаке находится, да? И из него такой свет льется. А видите, об этом сказано еще в Библии. Это настолько вот эти эффекты необъяснимые, которые сегодня человеку невозможно объяснить, и Иова как раз тогда Бог спрашивает, «Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего?» То есть из облака бьет свет, и он спрашивает, «Ты знаешь, как ты можешь себе представить?» И читаем дальше. «Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего знания. Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга?» И вот здесь вот внимательно. «Ты ли с ним распростер небеса твердые, как литое зеркало?» То есть Господь соотносит небеса с зеркалом. Это говорит о том, что когда-то на как раз вот, ну, я сейчас могу даже сказать, на каком расстоянии от земли находилась эта оболочка. Но она состояла изо льда. Вот. Это был лёд. Вот сегодня есть видео, где показывают, запускают ракеты, да, вот создают подобие прототипа, такие вот ракеты, как бы они запускают, она летит куда-то, врезается в какой-то купол, да? И они называют это куполом. ПОТОТОМНЕЦ Hallelujah! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Любви и Летри Hatgo Jepс Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А та ракета современная пробивает мезосферу, термосферу Термосфера – это куда летят ракеты и выносят спутники в экзосферу Где уже находятся спутники, это преддверие космоса За экзосферой находится космос А ледяная оболочка, она как раз находилась в такой высоте, что ее невозможно было растопить И Господь, когда он сейчас в бытии, чем мы подтверждаем это Что он растопил эту оболочку и излил ту воду Откуда взялось столько воды, чтобы затопить горы на земле? Где это можно взять эту воду? Интересно Мы видим, в сей день разверзлись все источники великой бездны И окна небесные отворились Что подразумевается под великой бездной? Великая бездна – это пустоты земные Великая бездна – это пустоты земные Мы же знаем, вот сегодня люди копают скважины там очень глубокие Находят там воду Откуда спрашивается столько воды на земле? Может быть, Господь как-то растопил эту воду, которая пала на землю Есть одно свидетельство, что до потопа не было дождей Люди, благодаря вот этой оболочке зеркальной, водяной, жили в условиях парника Что нам говорит о том, что не было дождей на земле? Это Бытие 2.6 После того, как сотворил Бог землю и небо, да? И написано «Но пар поднимался с земли и огорошал все лицо земли» Вот, Бытие 2.6 То есть это о чем говорит? Парниковые условия Что такое парниковые условия? Мы видим, насколько быстро сегодня развиваются в парниках на уходяйке Все знают Китаец, по-моему, я не помню Создал такую теплицу Он создал условия, которые были допотопные условия Он насытил ионами воздух Что такое ионизация воздуха Это сегодня тоже в больнице Кстати, когда я лежал, у меня ее лечили пролежни То есть что такое ионизация воздуха Это, знаете, помните, когда гроза пройдет, да? И дышится легко И хочется жить Вот тогда, во времена Ноя Земля была наполнена вот этим воздухом В самом воздухе содержалось Ну, около 50% больше кислорода, нежели сегодня Брали янтарь И вот ученые просверлили И как-то, не знаю, видимо, в вакууме или шприцом Как это происходило Взяли этот воздух и измерили его И вот совершенно не показатели Они были в шоке просто Насколько был насыщен и ионами, и кислородом этот воздух Спрашивается Здесь как бы находится ответ на вопрос Почему люди жили 900 лет И практически не старели Вот сегодня в каждой клинике мира существуют барокамеры, да? Ну, все знают, что такое барокамеры Это человек Любой болезнь У него рак или там повреждения Какие-то ушибы в основном Придавливание Вот Придавили, допустим, ногу человеку Ну, все, она почернела Она ее только ампутацией Вот первым делом сегодня помещают человека в барокамеру Вот в два-три раза повышают уровень кислорода От того, который существует И нога практически мертвая Она оживает вот под воздействием Вот изобилия кислорода и ионов Вот И тогда В те времена Вот опять же сегодня уголь копают, да? В те времена Росли огромные деревья Там, я не знаю В обхвате там по 30 По 50 метров в высоту Спрашивается Как они достигали таких высот Нашли Окаменелось стрекозы Размахом крыльев в один метр Тогда спрашивается А какие люди тогда были Если стрекозы были с размахом в один метр Вот Но утверждать ничего не можем Мы как бы предполагаем все Все по Библии выстраиваем Вот как раз он кислород И по изобилии кислорода И тепличные вот эти условия Помогали человеку Долго жить И не было недостатков в еде Все давала природа Потому что в год Допустим мы сегодня видим Южные страны Да, собирают там до двух-трех А иногда четырех урожаев Вот допустим в том же Израиле у них Вот И то же самое происходило Не было ни зимы Там ни осени не было А происходили вот такие вот Как бы лето, весна, лето, весна Лето, весна И урожай был постоянно То есть круглогодичным Кент Хоэнд Как раз он много говорит О динозаврах Да Динозавры Почему вымерли динозавры Кислород Как раз Конечно Огромная такая туша Туша Ей же Лето Сердце По сути Оно Но ему не хватало Кислорода У динозавров Ноздри Да Делают вот раскопки Вот И ученые В недоумении Как это возможно Такая огромная туша А ноздри у нее Как у лошади Малюсенькие такие А потому что Изобилие кислорода Тут все Все Объясняется Вот этой Ледяной Оболочкой С существованием Тепличных условий На земле Вот Если это Открыть людям Вопросов больше Не будет Вообще никаких Опять же Роман Говорит Об этих самых Ракетах Стартуют Да И с земли Кажется Что они Ходят по кругу По кругу И падают Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это нужно наблюдать с воздуха С воздуха Там четко видно Как ракета Поднимается Поднимается Входит в самые плотные слои Пробивает эти слои От нее отходят Ступень за ступенью И все Она оказывается Вне видимости Я скинул Посмотрите Интересно Тоже Но это Еще одно Доказательство Того Что ракеты Входят Твердый слой Мезосферы Да Ну да Твердый А он не только Там несколько Твердых слоев Которые удаляются Вот их ракеты Да нет Это наверное Со стороны Казахстана Это же С Бакануры Что они Крутасковали Какая ракета Вот видите Сейчас Третья ступень Наверное Соединилась Это что такое Это ракета Все Ушла в космос Продолжение Продолжение следует... Добавил субтитры DimaTorzok Сергей, вот тут есть брат Катина, Данил, он тоже слушает эту беседу, он в пятом классе. У него по ходу возникают вопросы, которые вот мне, допустим, в голову не придут. И он уже раз в пять подходит и спрашивает по ходу дела. Он же мужчина. Он задает вопросы, да, ему это все очень интересно. А подойти сюда он стесняется. Ну пусть. А что стесняется? Ну он сейчас не особо-то стесняется. Да ничего, говори, не бойся. Вот это уже не первый вопрос, он задает. Ну-ка давай. Ну если получается ракета летит в эту твердь, да, она ее пробивает. Ну, получается твердь становится дырявой. И тогда следующую ракету можно в эту дырку отправить. И зачем тогда столько топлива надо? Это же будет легче. Не, ну это, это ж твердит не то, что как дрышлаг, да. Вот возьми сметану. Ну сметана тоже разной плотности бывает. Проткнул ложкой, ложку вытащил, и она раз, и она опять как бы стянулась, да. Да, Господом настолько все устроено. Вот когда он разрушил вот эту ледяную шапку, да, вот, которая проливалась на землю. Потом же это же все как бы, ну, имеет свои свойства. Особенные свойства, которые нам неизвестны. Все в мире самовосстанавливается. Вот, ну, мы можем, как это, проследить на любых, на растениях, на животных, как доживают раны у людей, да, как это все зарастает. Так и земля, она, по сути, живой организм. Она в силах сама себя восстанавливать. Это же не то, что мы там кусок железки пробили, и все, дырка такая осталась. То есть это такая структура подвижная, так сказать, самовосстанавливающаяся. Ну, конечно. Откуда пошли вот эти вопросы, да, что мы пробиваем, летают вот ракеты ваши, там пробивают нашу атмосферу, от этого Солнца поражает Землю, да. А это всего лишь навсего их предположение для того, чтобы утвердиться в мире. Это тоже структура, она, вот эти зеленые, они далеко не за мир борются. У них свои интересы, причем антихристианские. Зеленые, да, это там организация такая, очень туманная. Ну да, но это же они выдвигли теорию о том, что ракеты разрушают озоновый слой Земли. Да если бы они разрушали озон, что бы с нашей Землей было, она бы как дрюшлаг уже была. Сколько ракет, они чуть ли не каждый день летают. Ну это не ракеты, это вот как раз вредные вот эти компоненты химические, всяких там этих холодильных установок и прочего. Нет, Катенька, послушай, посмотри, сегодня, допустим, один вулкан, любой вулкан на Земле, он делает выброс газов и вот этого всего химического образования всевозможного, которые за сто лет человечество всеми своими технологиями не сможет воспроизвести. Какие-то машины, автомобильные газы, они перед Землей ничто. Земля самостоятельно очень легко очищается от них. Единственное, то, что о воде вот сказано, то, что источники вод, об этом и в Библии написано, что источники вод люди заразят, испортят, потому что вода, она не способна самовосстанавливаться и создать воду никак невозможно. Ну, и воды, как они стали кровью написанные, стали горькие воды. А как вот с точки зрения этой теории, что вода под землей находится, она находится до тех слоев, которые вот жидкие, магма и лава, вот эти слои? Конечно, она над ними. На дне океана, я не знаю, сколько там километров, есть, ну, как бы извержения такие, из которых бьет кипяток. Морская вода исторгается из жерл, раскаленная горячей магмой до 400 градусов Цельсия. Это похоже на облако дыма, но на самом деле это шлейфы воды. В них много химических соединений, минералов, растворенных газов. Вся вода, которая находилась на земле, она ушла под бездну, это называется бездна, да? Она ушла как раз вот в эту бездну и наполнила ее водой. Вот. И почему это произошло? Вот, опять же, есть доказательства, неопровержимые причем. Если взять материки сегодня, это может любой даже школьник сделать, взять материки и сопоставить их, да? То есть свести их друг с другом, они образуют одно целое, один материк. То есть как пазл собираются, вот. Есть, конечно, недостатки этой земли, которые были потоплены. Господь проливал свой гнев на некоторые земли. Вот эти земли, они как раз и не достают. А так, в среднем, получается, что один материк. Вот об этом в Библии написано. Господь создал землю посреди воды. Вот. Она как раз вот во время потопа, для того, чтобы ее эту воду, ну, огромную, ну, 11 километров, представь, воды над землей, куда ее девать-то? Вот ей и наполнил Господь землю. Эти материки все, разогнав, сделала их разными частями свет, они разошлись. Земля раскололась на части, да? На материки. Да, движение этот олетосферных плит, это все. Да, да. А насчет купола земли тоже можно легко представить себе. Это, допустим, написано, был людей древних для людей, ну, не сильно представляющих себе сотворение Вселенной, да? Вот и как, просто Господь делает сопоставление такое, как в шатре человек. Ну, раньше люди в шатрах в основном жили, кочевники, ну, и израилетяне, да? Все в шатрах кочевали. И вот, и представляет Господь, показывает, открывает, как бы, вот твой шатер, а вот твой шатер, вот твое место обитания, а я вот для вас, для всех сделал такое место обитания, шатер разбил для вас. То есть это не то, что земля имеет форму чемодана, понимаешь, а представляется как шатер, как жилье для вас. Шатер. Это не имеет, здесь форма не имеется в виду. Сережа, а может быть вы знаете какую-нибудь общину такую, как община колхозного типа? Колхоз, по-русски говоря. Нет, нет, сегодня ничего такого нет, все это разрушается государством. Общин таких? Не дают себе развиваться, нет. В городе-то сейчас трудно с детьми, надо хозяйством выживать. Конечно, ну и что, в городе продавайте жилье, покупайте домик, участок там, полгектара вам за глаза, да и занимайтесь, работайте, и все. А зачем, зачем обязательно искать кого-то? Найти над Господа, а с ним везде хорошо. Ну да, так-то оно так. А все равно как-то вот в Евангелии же общины были. Послание вот Петра, Павла, это же послание общинам, то есть духов едины должны быть. Да это раньше было, раньше люди другие были. Мы сейчас вот только о чем говорили, что настолько испортили людей, души людей, что невозможно, люди боятся друг друга, а каких там общинок. Просил для чего сеять, как пшеницу, чтобы между людьми разобщать людей, чтобы между ними как-то какие-то гордость и зависть сеять. Вот и многое другое. Ну, я просто знаю, вот на протяжении 10 лет с людьми так общаюсь, которые пытаются и уезжали куда-то, и пытались что-то создавать. Причем у сектантов всевозможных, у язычников, у них хорошо это все получается, неплохо. Почему не получается? Потому что сатана им не мешает, он только помогает им, а вот православным никак. А протестантам до этого дела нет. Они исповедуют, наоборот, такую жизнь красивую, сытую, им в городах приятную. Не надо никого не ищить, и помолитесь, Господь покажет, куда поехать, и все. Но съезжать надо, конечно. Как можно быстрее. А подальше от города, да? Как можно дальше? Да, как можно дальше. А пророчества о китайцах, которые дойдут до Урала. А вы где живете-то? В европейской части. Ну, конечно, китайцы. Сейчас идет программа путинская. Путин же в 15-м году затеял эту программу, а в этом году он уже исполняет ее. Вот уже есть сайт даже по переселению народа в Сибирь. И сейчас сайт есть, в котором уже там около полумиллиона людей подали заявки. Дается гектар бесплатно земли. Для чего спрашивается? Сибирь-то заселяете. А для того, чтобы поставить живой щит, живую преграду от китайцев. Китай пойдет обязательно. А люди будут защищать свое хозяйство. Хитрый план. Конечно. Он же у нас дальновидный. Сережа, ну спаси Христос. Очень была беседа полезная нам. Даже не ожидали. Мы вот честно даже не ожидали с Катей. Будем теперь проситься к вам опять на встречу, на связь. Можно? Ну если будут какие-то вопросы, то заходите. Теперь-то будут. Ну все, Сергей, Сережа, спаси Христос. Будем ждать вот этих ссылок, которые вы нам пришлете. И проходите эти университеты. Соберите Кент Хоббин в интернете, и все. И там и старые ролики откроются, и новые его, и там все найдете. Там они и лекции даже под номерами идут. Вы их смотрите только по очереди. Первое, второе. Старые лекции у него там, я не знаю, около 10. И новых тоже около 10 лекций. Он ездит по миру и рассказывает все. Он еще живой, да? Да, он не старый, ему 50 с небольшим. То есть это совсем не то, что Роман говорит? Или где-то есть... Да нет, конечно, нет. Он говорит о том, что ему вопрос задавали в Киеве, что ли, в прошлом году. А как вы относитесь к теории плоской земли? Он говорит, мне даже и говорить об этом не хочется ничего. Ну это... Да это мура, это даже вот... Это противно об этом говорить. Субтитры сделал DimaTorzok